Всем привет! Сегодня продолжаем тему компактного хранения. И начнем со спальных принадлежностей. Я постельное храню в диване, и если складывать обычным способом, то со временем это превращается вот в такую кучу. Чтобы такие кучи не образовывались, рекомендую складывать следующим образом. Плед я теперь скручиваю. Для этого необходимо сложить его, сделав подгиб. Плед складываем в несколько раз, а затем будем его скручивать. И количество сложений зависит уже от размера пледа. После того, как плед завернем, его необходимо будет сложить в такой своеобразный кармашек, который у нас образовался после того, как мы делали подгиб. Теперь в таком состоянии плед будет легко хранить, он не будет распадаться. Даже если вы будете что-то доставать рядом, плед останется в таком же виде. Способ подойдет и для больших одеял. Чтобы постельные принадлежности одного комплекта было легко достать, и чтобы они всегда у вас были под рукой, рекомендую их складывать таким образом. Раскладываю на пододеяльнике простынь и наволочки, и затем уже все вместе сворачиваю. Так и место занимает меньше, и удобнее всегда доставать. В таком виде удобно хранить и горизонтально, и вертикально, если вы складываете на полках в шкафу. Если знаете другие способы, делитесь в комментариях, с удовольствием почитаю ваши советы. И подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Но вот теперь, когда все аккуратно сложено, смотрите, как компактно все уместилось. Вот такую папочку завела лет 8 назад для пазла. Купила папку на кольцах, папочки с зип-замками. Отверстие делала сама с помощью дырокола. В каждой папочке храню отдельные пазлы и инструкцию по сборке. Когда ребенок хочет поиграть, пазл очень легко достать. Можно либо просто открыть зип-замок и достать необходимые пазлы. Либо просто папку снять с колец и дать ребенку поиграть. Такой способ экономит место и всегда порядок. Чтобы пипетки или дозаторы не терялись, с помощью канцелярской резинки просто привязываю их к бутылочке. Экономит место и не потеряется. Маленькие полотенчики всегда складываю таким образом. В таком виде удобно хранить, не разматываются и компактно лежат. Инструкция для бытовой техники отпечатается на нескольких языках. И, соответственно, я оставляю только инструкцию на русском, остальные страницы вырываю. Это позволяет также экономить место. Сравните. Вот это то, что осталось на русском языке, а это вырванные страницы, которые пойдут в макулатуру. Если хоть один способ оказался для вас полезным, ставьте лайк. До новых встреч! Подпишись, чтобы не пропустить следующее видео.